Привет, народ! Очередная посылка. Посылки. Очередной нож. Но это мои реквизиты, это кто-то, видать, по чьей-то просьбе отправлял. Запаковано все так жестко. Так, так, так. Чего тут у нас? Вот так вот. Zero Tolerance у нас. А что он хочет? Ого-го! Ого-го! Жутко! В общем, вот так вот, видите, да? То есть он конкретно... Давайте попробуем это показать. Конкретно кривой клинок. Ну, я думаю, видно сейчас, да, что он кривой конкретно. Вообще нереально кривой клинок. Так вроде как ровно, да, смотришь? А вот когда мы его складываем, он реально... Ну, реально видно, что он кривой вот так вот. Вот здесь вот прям дуга такая ужасно. В общем, да. Ну и... Будем ровнять. То есть, в принципе, сложного здесь ничего нет. Нужно снять клиночек и выровнять. Ну, давайте покажу, как я это буду делать. Я не помню, процедуру данную уже показывал. Как называется видео, конечно же, не вспомню. Если вспомню, то в уголке ссылочку добавлю. Но что-то мне кажется, что не вспомню. Так, так, так. Здесь осевой вообще винтик раскручен. Так, давайте мы все-таки ванночку нашу возьмем, магнитную под болтики, винтики. Потому как сейчас опять все будет летать по столу. Так, раз. Дальше. Нам нужен десятый торкс. Вернее, восьмой. В принципе, зачем я буду разбирать? А не, зачем не разбирать его полностью. Мне нужно снять клиночек всего лишь. Поэтому снимать накладки я не буду. просто сниму клипту с этой стороны и... А, не, накладки снимать надо. Он с ассистом по-любому. Поэтому разбирать придется нож полностью. 100% нож с ассистом. Поэтому открывать его, лучше разбирать его в открытом состоянии. дабы пружина сейчас не летала здесь. То есть, вот таким вот образом. пружина у нас остается вот она, видите, да? Просто мы вот ее снимаем. Здесь же спейсер, здесь у нас лайнер. Ну, вот так все в сборе. В сторонку пока откладываем. В принципе, нам это все не нужно. Нам нужен клиночек. Клиночек у нас конкретно видно, что кривой. Конкретно видно, что он изогнут в одну сторону. Давайте сейчас... Нож вообще нульцевый. То есть, вообще он нулевый. Я не помню. Мне кто-то звонил и говорили, что Русик есть нож абсолютно новый, но на него наступили. Может это и есть этот нож, я уже точно не вспомню. Но, тем не менее, смотрите, видно, да? Что вот здесь дуга такая конкретная. Что он кривой. Вот когда смотришь вот так вот ему в лобешник, видно, что он уходит сейчас на меня четко. Или вот так вот. Давайте попробуем. Вот я отсюда вижу. Вот когда смотрю, он реально кривой. То есть, что мы будем делать. Сейчас, секундочку. Возьму две резиночки. Берем пару резинок. Берем струбцину. И давайте вот так вот развернем мы его сейчас. Это пока в сторонку, это пока в сторонку. Так. Кладем резинку с этой стороны, кладем резинку с этой стороны. Сверху еще одну. И здесь еще одну. Вот так вот. Делаем себе. Давайте чуть поближе. Вот так вот. Свет перенесем сюда. Стоять. Свет не убегать. Так. Смотрим. Вот так вот. Ставим клиночек вот так вот. И с этой стороны струбцинкой мы его сейчас продавим. Давайте вот эту резиночку сюда поставим. Вот так вот. Снимаем струбцину. Вот так вот. И давайте попробую показать, как это будет вот отсюда. Видно сейчас, да, что нож ровный. И вот мы его начинаем. Свет убежал. Начинаем струбциной выгибать клиночек. Ну вот видно, что он уже хорошенько подогнулся. Вот так вот, да. Оп. И дальше, дальше, дальше. Мы его выгибаем. Вот таким вот образом. Оставляем где-то минут на двадцать. Вот. Потом снимем, посмотрим. Если, ну, достаточно уже клиночек выгнулся, то, значит, будет достаточно. Если нет, то поставим еще разочек. И выгнем его еще больше. Ну, вот видно, да, сейчас дуга такая. Вот. 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 Вот дуга вот такая вот сейчас на клинке. То есть, сталька достаточно пластичная, гнется. Поэтому, ну, сразу его сейчас опускать нет смысла, потому, как клинок просто примет свое положение, да. Нужно, чтобы он в таком положении постоял минут двадцать, хотя бы с полчасика. Ну, продолжим через это время. Ну, вот у нас прошло, наверное, минут сорок даже. Вот так вот видно, да, как у нас конкретно выгнут клиночек. Давайте снимем его со струбцины и посмотрим, что же, что же с ним произошло, поддался ли он. Снимать тоже нужно плавно, так же, как и ставить, то есть без резких движений, потому, как, если мы, ну, вот такой струбцины резко не пережмешь, потому, как видите, да, резьба мелкая и она потихоньку крутится. Есть строительные струбцины с большим шагом резьбы, там можно передавить и может просто клиночек лопнуть. Ну, вот визуально я вижу, что клиночек сейчас ровный. Смотрите сами, давайте свет сюда перенесем, вот так вот. Визуально клиночек ровненький, вот так вот. Есть, конечно, некий такой еще присутствует здесь, немножко завал в эту сторону. Смотрите, здесь вот получается очень-очень вот так вот, да, поставим свет. Очень-очень широкий подвод, широкий-широкий такой, а здесь вот он в два раза уже. Поэтому из-за подвода также кажется, что клин немножко в ту сторону у нас ушел. Давайте еще раз вот так вот свет поставим. Покажу, вот широкий подвод, видите, да, особенно на кончике вот здесь, на пузике, на вот этом. Очень широкий подвод меняем в два раза уже. То есть здесь вот в Америке так точат ножи. Так, ну что, давайте соберем нож, посмотрим. Я сразу, наверное, капну чуть-чуть смазки. Не уверен, конечно, что мы сразу попадем. Возможно, придется еще раз сейчас ставить. Хотя думаю, что, в принципе, ну, визуально клиночек уже ровный. Поэтому сейчас мы должны его собрать и все должно стать на место. Покапываем чуть-чуть смазки. Также чуть-чуть смазки сейчас мы вот сюда на сам осевой. Совсем-совсем малость вот так вот, да, чтобы она туда протекла. Можно также подвижить сам клиночек на осевом вот туда-сюда так. О, все. Дальше ставим маленькую шайбу. Так, какой стороной? Вот этой стороной мы поставим шайбочку. Ну и собираем вот эту часть, вот как я ее снял, так я ее сейчас и буду ставить абсолютно не разбирая. Так будет гораздо проще. Главное вот попасть вот в этот вот, вот в это отверстие, вот этой пружинкой, видите, да? Попадаем пружинкой, все. И дальше все должно стать на место. Собираем, зажимаем осевой винтик. Это первоначально. А потом уже нож по периметру будем собирать. Но мы сначала проверим, потому как возможны варианты. Ну, все-таки давайте соберем, чтобы я руками не прижимал. Здесь три винтика, поэтому ничего страшного. Две секунды можно потратить времени. Ну и вот он момент истины. Проверяем. Ну все, ребят, смотрите сами. Клиночек четенько, четенько, четенько по центру. Четко, четко, четко. Смотрите сами, то есть как бы, как бы вообще никаких проблем. Вот так вот давайте, да? Помните, да, что здесь было? Вот так вот давайте вспомним, что здесь было и что здесь сейчас есть. Ого-го! Ого-го! Жутко! В общем, вот так вот видите, да? То есть он конкретно, давайте попробуем это показать. Конкретно кривой клинок, ну я думаю видно сейчас, да, что он кривой конкретно. Угу, вообще нереально кривой клинок. Ну вот видите, да, вот так вот выглядит сейчас нож в сложенном состоянии. Клиночек у нас четко по центру. Зазор, что с этой стороны, что с этой стороны. Он у нас лежал вот таким вот образом. Вот в уголке я картинку поставлю, как он у нас был. То есть скриншот сделаю просто из начала видео. Ну и вот, вот так вот. В принципе, вот и все. Осталось, посадите сегодня фиксатор. Вот такая вот нехитрая процедура, но я же подчеркиваю, что делать ее нужно, если вы четко понимаете весь процесс, что вы делаете. Потому как, если вы не до конца понимаете все процессы, то вы можете просто сломать нож. Очень просто. Особенно если на клинке какая-нибудь порошковая сталька, то может все закончится очень печально. Осталось нам теперь раскрутить осевой винтик, посадить его на фиксатор резьбы. И зафиксировать в нужном нам положении его. Вот так вот. Раз. Поджимаем. Убеждаемся в свободном ходе. Убеждаемся в отсутствии люфтол. Ну, в принципе, можно чуть-чуть еще поджать. Вот так вот. Достаточно, да? Да. Палец закусило. Фиксатор обязательно даем сюда воздуха. Потому как, если воздуха не будет, он просто загустеет. Так. Ну и дальше. Хозяин ножа просил посмотреть. Было пару заменчиков. Есть такие заменчики. Вот здесь вот у нас. Не знаю. Покажет камера, не покажет передачу. Вот так вот видно, да? Блестит. Вот здесь вот кромочка. Вот здесь вот. Вот здесь вот. И здесь. Нет. Дальше нет. Ну давайте проверим. Если в бумаге. В принципе, нож острый. Замины я слышу, вот когда провожу. Вот, вот, вот. Видите, уперся. Замины я слышу. Ну вот. Оп. Уперся. Иногда проходит. Иногда. Вот. Уперся. То эти заменчики хозяин попросил поправить. Под прошлым видео, под вот этим видео. Там начали герои писать, что Русику прислали. Нож переточить. А он просто поправил на мусате и отправил назад. Ребята, ну если вы не в курсе, то зачем выдумывать ситуацию и вот выдавать желаемое за действительное. Я не понимаю. То есть я позвонил человеку. Уточнил. Что он хочет сделать. Нужно ли перетачивать нож. Не нужно ли перетачивать нож. Человек говорит, если можно, то не нужно. То есть лишние расходы ему ни к чему. И он прислал нож привести в порядок. Были пару заминов. Избавиться самостоятельно человек от них не смог. Я от них избавился при помощи вот обычного мусатика. Вот досточки и все. И отправил человек счастлив. Все. Вопросов у меня нет. У вас какие-то вопросы. То есть если вы что-то додумываете, ребята, то не надо чушь писать в комментариях и выдавать желаемое за действительное. То есть если интересно, то как правило, как правило, хозяева ножа отписываются в комментариях. То можете спросить у них, что они хотели. То есть не надо выдавать желаемое за действительное. Повторюсь еще раз. Потому как вы что-то сами себе придумали. А потом пишите чушь в комментариях. Ну просто стыдно считать такую ересь. Честное слово. Русику прислали нож на переточку. Да никто не прислал на переточку. Я позвонил хозяину и уточнил, что будем делать. Он говорит, а что лучше? Ну зачем перетачивать нож с заводской заточкой? Если вы им будете еще год или два пользоваться, и только потом мы переточим, уберем этот металл. Зачем его сразу убивать? Вот и все, видите, да? Нет никаких зацепов больше. От начала до конца. Вот так вот. Без проблем абсолютно. Ну в принципе вот и все. Вот такой вот был ремонт. Вот у нас клиночек как спит. Все по центру, все красиво. Поэтому нож уезжает к хозяину. Все. Пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.